Ну что, с Мику проблем не будет? Нет, я ей всё объяснила. Уверена ли? Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить Саманточку. И сегодня у нас всё ещё продолжается Рот Алиски на восток, так что погнали! Только ничего там в медпункте не сломайте! Я прослежу. Мы подходили к столовой, среди небольшой толпы у входа была и Алена. Увидев нас, она побежала навстречу. Семен, я рада, что ты в порядке! Эээ, спасибо, я тоже рад, а что? Он к тебе приходил? Ты иди сам, Ольга ждёт. Ты же провёл эту ночь один. Откуда знаешь? Алена только переглянулась с Леной. Ты видел его? Ну, если вопрос ставить так, то скорее видел, чем не видел. Какой он? Не разглядел. Слушай, я тут спешу. В столовую так поешь с нами? С удовольствием, но у нас тут дело. Семён, сегодня будет плохая луна, тебе нельзя спать одному. Гопа трахаемся. Думаю, я справлюсь. Есть кое-какой опыт в рукопашную пойти. Опасно же, кто-то должен тебя охранять. Я приду. Нет! Ну, зачем? У тебя и так много волнений. Тебе надо хорошо выспаться. Тогда с Леной придём, да? Будем охранять по очереди. Я не... Это правда плохая идея. Почему? Нужно было поскорее отделаться. Я подмигнул Лене, чтобы она подыграла. Пусть сегодня Лена дежурит, а ты тогда завтра. Или потом как-нибудь. Да, ну, хорошо. Лена нерешительно кивнула. Ну, чего вы тут еда, стой, и той привет, Семён. Что-то у тебя вид усталый. Нет, стой, нельзя такое людям говорить. Прости, прости. Почему нельзя? Если говорить здоровому человеку, что он плохо выглядит, то он заболевает. И это здоровому, а наш Семён и так выглядит, неважно. Ой, то есть важно, здорово выглядишь? Просто сплю плохо. Бедный. И сегодня хорошо поспишь. Да-да, и сегодня. С Леной. Да ладно? Мы так решили сегодня с Леной, и завтра со мной. Неловко-то как. А, ну, хорошо. Или не очень хорошо. Микка нервно захихикала. Нехорошо, но Лена не хочет вместе. Эх, жаль, что там вообще третьей сестры-то нет. Я бадук, меня дерья, хватит, никто ни с кем не спит. Не кричи это так. А то все услышат новость сами, а не от меня. Да какую новость и сводку по дурдому, все! Оставив подружек распутывать этот клубок стрэстей самим, я вернулся к главному делу. Поиском потенциальных подводников. Кибернетики быстро поняли суть дела и побежали в медпункт. Следом я подошёл к Алисе. Она сидела одна. Беги в медпункт, нужно взвеситься скорее. М? Для подлодки. Сейчас можно взвеситься, пока медсестры нет. Не побегу я никуда, я ем. Алиса стала демонстративно медленно крошить хлеб в суп. Потом доешь! Давай некогда болтать. Нужно закрыть медпункт и вернуть ключи до конца обеда. Не буду я взвешиваться, я свой вес знаю. Всё равно сходи для верности, ты же точно и не знаешь. Два раза уже сказала, что не пойду, чего ты ещё не понял. Ну чё ты упрямишься. Ладно, какой твой вес? Так я тебе и сказала. Мда. Ты же уже не хочешь никуда плыть? Не знаю. Надо будет, скажу вес. Может быть. Не уверен, что теперь тут можно поверить на слово. Почему это? Какой-то больной вопрос, похоже. Хотя по тебе и не скажешь. Всё! Иди отсюда! Вот так значит. Я прям стал, порываясь уйти. Задетый мною стол дрогнул, посуда громко звякнула. Несколько пионеров обернулось на шум. Стой! Стой! Ну? Не могу я с тобой уйти вот так посреди обеда. Все смотрят. Ааа, ну и что? Кибернетики вон ушли. О них и все так... О них и все и так знают. О чём именно? О том, что катится-катится. Кто? Голубой вагон, а ты в нём третий. Да ну тебя! Всё! Некогда мне. Я пошёл. Забежишь к подружкам? Я-то бегу. Я-то бегу. А ты бежишь? Я ем. Ох, наплевала она на фигуру, наплевала. А потом будет знать, что она жирная. Без приключений, сделав дело и закрыв медпункт, мы втроём вернулись в столовую. Я сел с кибернетиками, поближе ко входу и подальше от вожатой с её расспросами. Быстро разобравшись с рассольником и пловом, я стал искать взглядом Лену. Она о чём-то беседовала с Виолой возле входа. Увидев меня, Лена едва заметно кивнула. Пока я придумывал, как передать ключи, она вдруг подошла сама и... Протянула мне конфету. Немного растерявшись, я всё же принял угощение. Спасибо. Лена нахмурилась, как будто я сделал что-то не так. Знаешь, я такие не ем. Возьми. На секунду улыбнувшись, Лена посмотрела мне в руку и стала уже вовсе сердито. Да в чём дело? Ааа, ключи! Вот в чём план! Я вложил ключи под ведом конфеты ей в руку, едва не уронив при передаче. Ловко мы провели эту Виолу. Даже жаль, что она уже не смотрит. Ну что, с Мику проблем не будет? Нет, я ей всё объяснила. Уверена ли? У вас там нормально? В медпункте? Ну, да... А весы? Указатель вернули на место? Что-что вернули на место? Неужели весы? Да не нужны мне ваши весы! И вообще, они к полу привинчены намертво, оказывается. Всё, Лен, пошли. Ты помочь обещала. Неподалёку от столовой вожата я отчитывала юного пионера. Я постарался незаметно проскользнуть мимо. Это вполне удалось. И теперь можно было немного отдохнуть. Что ты все бегаешь туда-сюда? Я... Слушай, сделай одолжение. Присмотри за Самантой до вечера. Серьёзно? Да, больше некому. Присмотришь? Конечно, с удовольствием. Без удовольствия, пожалуйста. Это вы к чему? Ты знаешь, давай ответственнее. Вы приходите ко мне в домик? Домик всё ещё мой. И просите присмотреть за человеком, но делаете это. Я буду на складе, если что. Не подведи. Без уважения. Я зашёл за Самантой. Я зашёл за Самантой. В другое время я не повёл бы её на пляж ко всем этим шурикам. Но сейчас там происходило самое интересное. Последние приготовления. И я не мог их пропустить. Не успели мы подойти к бочке, как к нам подбежала Славя. Семён, я иду помогать у Ильги Дмитриевне. Инвентаризация. Похвально. Забежала я ещё раз тебя предупредить. Осторожнее с этой бочкой. Да всё под контролем. У меня плохое предчувствие. Послушай, Алиса тренированная девочка, но мальчишки плохо плавают. О каких-то мальчишках? Шурик с электроником? Да, не давай им никуда уплыть на этой бочке. Я тебя понял. Никто никуда не поплывёт, не бойся. Сегодня только небольшие тесты у берега. А завтра? Не знаю. Сама посмотришь. Хорошо. Помни, ты за них отвечаешь. Как каждый пионер отвечает за товарища. Она уже собиралась уходить, но взгляд её задержался на Саманте. Славя снова приблизилась. В порыве что-то сказать мне на ухо, она почти коснулась своей левой щекой моей. И ни в коем случае, что бы ни случилось, не подпускай туда Саманту. Или ты мне больше не друг. Ой, божечки, горе-то какое! Ну, что ты такое говоришь? Об этом и речи не идёт. Да, я знаю. Ты о ней позаботишься. Ты как будто на войну уходишь. Чё случилось? А, нет, ничего. Просто дурный сон был. Как раз про бочку. Я вообще с детства их не очень люблю. Бочки? Ну, а почему так? Люблю котят. И не люблю бочки. Сочувствую. Я тоже спал так себе. Всё, меня там ждут. Удачи с вашими испытаниями. Наша команда судостроителей воссоединилась. И мы вернулись к работе. Бочку спустили на воду. Без нужного веса она оставалась на поверхности и всё норовела перевернуться. Дальше Алиса поднырнула и разместилась внутри бочки. Та слегка просела и стала устойчивей. Но погружаться и не думала. Туда пролезть внутрь попробовал уже Ш... А, тогда пролезть внутрь попробовал уже Шурик. У него возникли определённые сложности с нырянием. И Алисе пришлось снова вылезти, чтобы ему помочь. Наконец, оба были внутри. Ко всёобщему ликованию, субмарина сразу пошла на погружение. Но вскоре стало ясно, что остановится она только на дне. Такой поворот привёл нас в замешательство. Ведь привязать бочку мы не догадались. Да и не факт, что хватило бы сил вытащить её на берег. К счастью, вскоре бочка всплыла сама. Алиса догадалась из неё выплыть. Встав на дно, прямо через люк. Спасательной операции не понадобилось. Мы продолжили поиски идеального веса. Шурик выдал нам с Самантой ручные весы. Мы стали отмерять мешочки с песком по килограмму и по два. Передавать их Алисе. Она, в свою очередь, размещала их внутри. На одной из двух досок, сложащих лавками. Первая предназначалась для самой Алисы. Процесс затянулся. Алисе приходилось много плавать и нырять. Через час-полтора она откровенно выдохлась. Хотя и старалась не подавать виду. Если Алиса ныряла с песком, то мокрый песок становился... То есть, то песок становился мокрым и, соответственно, начинал больше весить. Так что все эти взвешивания коту под хвост, в принципе, должны были бы быть. Ну да ладно. Многократно проклятая ей бочка оставалась на поверхности. Даже нагруженная десятками мешков песка. По ходу дела пара мешков утонула. А один даже развязался и рассыпался по всему трюму. Что порядком взбесило Алису. Но когда дело шло уже к ужину, нужный вес все-таки был достигнут. Бочка плавала возле дна, но не тонула. Вот и все. Издеваешься? Все ему! Посмотри, что с моей кожей стало! А ко мне-то какие претензии? Я тоже в воде был все время. Ну да, бочку придерживал. Ну придерживал же! А Эл мешки передавал. А вот Семену даже... А вот Семен даже не намок. Я это каждый день мокну. Форму сошить не успеваю. Мне Алиса почему-то ничего не предъявила. Пошла одеваться. Итак, по нашим подсчетам оптимальная масса составляет... Кхм... Вес Алисы плюс 62 килограмма. Это сколько в сумме? Какая разница сколько? Ой, господи. Ну, 115. Но не важно. Я с этим песком и поплыву. Только давайте не сегодня. Постой. Я всегда думал, что двое поплывут. У нас из скамейки две. И шеста два приготовлено. Что ты видел? Ты же видел, что с двумя перевес. Ну, совсем небольшой. Просто нужны другие двое. Мне никто не нужен. С чего ты так уверена, что именно ты плывешь? А кто ж тогда? Да что ли, серьезно? Чем же я плох? Отсюда, наверное, не было слышно. Как ты там на дне перечитал, но могу изобразить. Неводумывай! Будет вам. Конечно, плыть должны двое. Но так будет не только безопасней, но и проще в управлении. С двумя шестами? И это тоже. Но я о том, что передвигаясь внутри бочки, можно придать ей нужное положение в воде. Косвенно управлять ею. С песком такого не получится. А ты что скажешь? Я? Ну, вдвоем лучше, конечно, мало ли что. Ну и кто эти двое? Может, проголосуем? Еще чего вы в большинстве. За что голосовать-то? Я так понимаю, поплывет Алиса или Шурик. Пусть сперва найдут себе пары. Хорошо. А кто вообще плыть хочет? Кроме Алисы и Шурика? На удивление, из окружающих нас пионеров сразу вызвалось несколько храбрецов. По весу к... В пару к Алисе подходили почти все. Но она от любой компании наотрез отказывалась. А вот Шурик был бы рад всякому, но в связку с ним могли... Но в связку с ним могли составить только совсем уж юные пионеры. Помятуя о словах Слави, я намекнул, что так не пойдет. Шурик приуныл. А какой именно вес вам нужен? Никакой. В пару к Шурику 43 килограмма или меньше. У меня 43. Ага. Какое совпадение? Все молчали. Нужно было сменить тему, но я оставил это право с Амантией кибернетикам. Понадеявшись на их здравый смысл. А мое мнение, они и так знали. Не смогу тут помочь, ребята. Мисс Ольга ни за что не разрешит. Хотя и здорово было бы, могу представить. А плаваю я неплохо, если что. Нет, Саманта, спасибо, но это слишком опасно. Она ничего ей не предлагает. Что же тогда решим? Кому-то придется плыть одному. Либо вообще не плыть. Обидно. Один плыть не хочу. Пусть Алиса делает, что хочет. Даже смотреть не буду. Ой, да очень надо. Алиса запустила в бочку камешком. Пускай валяется на берегу, как валялась. Да ладно вам. Мы хотя бы давили под лодку до ума. Уже что-то. Может кто-нибудь другой из смен... Из... кто-нибудь из другой смены? Утопится на ней вместо нас. Ну, можно им инструкцию оставить. Да уж, молодцы, к бочке крышку приделали. Ну, все, тогда расходимся. Никто не плывет, значит. Как бы кто-нибудь нетерпеливый не утащил бочку, как с Ульянкой было. Может, еще хуже кончится. Я тут подумала и... Может, это не такая плохая идея, Сэм? Не обсуждается. Зачем спрашивать мисс Ольгу? Не то, чтобы я была очень послушной до этого. Но тут вожатая будет права. По крайней мере, прислушайся к Семену. Вы все так заботливы, и я ценю это. Но мы же знаем, что там не так уж и опасно. Не настолько. Просто забудь, окей? Можешь просто послушать минутку. Послушать могу. Но сделать этого не позволю. Возможно, сама по себе эта вещь не так важна. Но вы все работали сообща и... Чего-то добились. Я чувствую, что подвела вас, когда все свелось к моему участию. Не хочу уезжать с этим чувством. Но и ты о нас тоже подумай. Мы не можем тобой рисковать. Нельзя тебя пускать туда. Но я верила, что здесь я на равных с любым пионером. Почему же нельзя мне сделать то, на что вы готовы сами? А почему нельзя, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok